До 300 тысяч рублей такой штраф грозит руководителям управляющих компаний, которые скрывают информацию, куда потрачены деньги жильцов, как формируется тариф на коммунальные услуги и многое другое. Эти вопросы часто остаются без ответа. Есть вещи, о которых управленцы просто не хотят говорить. О том, как достучаться до посредников, мы поговорим с нашим корреспондентом Кристиной Трушиной, она уже в студии, и юристом Дмитрием Мигуновым, он с нами на связи из студии на Московской. Кристина, получается, что мы не всегда знаем, как тратятся наши собственные деньги? Да, это действительно так, причем отговорки иногда бывают самые удивительные. Люди буквально выгоняются словами, что это коммерческая тайна, что им не положено какие-то вещи знать по закону, хотя на самом деле люди имеют право знать практически все, что касается обслуживания их дома, особенно то, на что тратятся их деньги, и даже информацию о доходах управленцев, все это можно знать. Дмитрий, ну скажите, а еще какой информацией должны делиться коммунальщики? Если вы хотите узнать, на каком основании у вас установлен тариф вот в таком размере, в котором он установлен, вы можете потребовать, например, смету, на основании которой рассчитаны работы, услуги, которые будет оказывать управляющая организация, вы можете потребовать список этих работ, которые управляющая организация собирается выполнять на вашем доме. Хорошо, допустим, я обратилась за какими-то сведениями, и мне отказали. Можно ли привлечь в таком случае управленцев к ответственности? Да, управленцам грозит штраф до 300 тысяч рублей, если, конечно, у вас крепкие нервы и много свободного времени, вы можете обратиться в суд. И, кстати, юристы считают, что данные, как правило, скрывают от посторонних глаз, неспроста. Я считаю, что управляющим организациям, конечно, в мутной воде работать легче. И очень часто им невыгодно предоставлять какие-то документы, потому что они показывают, что у них нет никаких оснований для начисления, например, тарифа вот в таком размере, в котором они начисляют. Очень часто поделываются протоколы общих собраний собственников жилья о назначении этого тарифа, о восстановлении тарифа. Очень часто поделываются подписи жильцов под различными документами. Кстати, лучше всего требовать какие-либо данные в письменном виде. Ответ вам должен прийти в течение 20 дней. Если потом вы будете обращаться в прокуратуру или в жилищную инспекцию, то вам обязательно понадобятся доказательства. Дмитрий, ну а скажите, с какими еще путями можно пойти? Можно распечатать ваш запрос в двух экземплярах, прийти в канцелярию управляющей организации, попросить на втором экземпляре поставить отметку о том, что они получили, дату, роспись ответственного сотрудника. Если вам отказывают в получении этого запроса, не поднимайте шум, не составляйте различные акты, ну если, конечно, не хотите немного развлечь себя, а просто идите на почту и отправляйте заказное письмо с уведомлением и с описью вложения. А вот в описье вложения подробно укажите, какой запрос вы в эту управляющую организацию направляете. Я добавлю, что в области уже были разбирательства по поводу непредоставления информации, и, как правило, суды в таких случаях встают на сторону жильцов. Спасибо. У нас в студии была корреспондент Кристина Трушина и юрист Дмитрий Мигунов. Мы говорили о том, как добиться от управляющих компаний интересующих нас сведений.